Уважаемые коллеги, мы, собственно, сегодня, если постараться проанализировать сегодняшнее состояние города с точки зрения экономики, город глубоко дотационный. И очень хорошо, что сейчас мэр нам доложил каких социальных проектов, по которым он знает до рубля, сколько нужно, на какой объект построен. Мы понимаем, что это дополнительное экономическое и финансовое нагрузка. То есть, если на сегодняшний день или к тому моменту, когда эти объекты будут построены, никакой экономики в городе не изменится, он станет еще более глубоко дотационным. Вот я посмотрел вот этот слайд, касающийся промышленности, уважаемый Максим Викторович, там нет ни одной цифры. Если говорить о расходах, вы знаете, вплоть до рубля, это очень хорошо. Но сколько рабочих мест, сколько производств, вот эта на сегодняшний день часть у вас совершенно не проработана. Только есть перечень отраслей промышленности, которые существуют вообще в мире. Поэтому в полной мере назвать это социально-экономическим развитием невозможно. Невозможно, когда перечень отраслей и плюс желание построить этот объект. Это первый момент. Я вот здесь, все-таки еще и цифры кое-какие, исходя из вашего доклада, сказал, вот в слайде было написано, что свыше 13 тысяч человек работало на площадке химпрома. Свыше 13 тысяч. Сейчас на этой площадке планируют те предприятия, где рабочих мест будет 450. К сожалению, я думаю, что до вас еще, наверное, должны были дать такие информации. Химфарм не взял эту площадку в разработку там, где, вы сказали, будет еще приблизительно 2 тысячи рабочих мест. Не берет эту площадку в связи с очень сложными разного рода условиями. Поэтому я думаю, что было бы правильно, с учетом того, что здесь депутаты собраны из разных комитетов, разных направлений, чтобы все-таки совместно с городом и с областью мы вот эту первую часть, я бы сказал, через которую перебрыгнули в плане социально-экономического развития, она была бы для всех исполнителей, для всех горожан понятна. Ну и вопрос есть к вам, который, на мой взгляд, для жителей города и области учитываю, что это природоохранная зона Байкала. Он очень важен. Ну, я сейчас не буду говорить о пересортнице приоритетов. Сначала этот приоритет – это бедно под цехом электролиза. Теперь мы, так сказать, разрушаем эти здания. Наверное, все нужно делать. Все нужно делать, хотя с точки зрения экологии на сегодняшний день это разрушение, оно создает перспективу. Но в первоочередном плане оно экологию не улучшает, если говорить о первоочередном. Все-таки, значит, эко-технопарк будет перерабатывать отходы, которые есть здесь на территории, значит, в Уссуле-Химпро и вообще города Уссуле. Или мы будем свозить сюда отходы из других территорий, будь даже и в Кустской области, или там из-за пределов, потому что, вы помните, к сожалению, на общественных службе прозвучало, что мы будем свозить сюда отходы. Поэтому этот вопрос требует однозначного ответа, чтобы люди понимали. Спасибо. Это презентация, это не пакет программы социально-экономического развития. Программа, которую вам направили в Мишустину, 186 страниц, которые можно вам отправить, и вы разговариваете с каждой цифрой. Ну, а если надо, я вам разговаривал, сколько людей работает на каждом проекте, к которому стремится в МНХ, это стало с 11, плюс разговаривание с Камбинат, это не просто конференции, это не МНХ. Второй момент. Мы говорим о заводе, которая будет не только наполнять бюджет в городе, мы говорим о заводе, который будет не содержать тех людей, которые будут в МНХ. Мы говорим о заводе, который будет экономически чистым заводом. Я открою, может, вам секрет, я опять говорю и на общественных обсуждениях, что до пандемии, как раз она не добавлена. Мы должны были вместе с госкорпорацией Росатом на два подобных завода, которые находятся у нас в МНХ, в Германии, в Белой, в Амстрии. Приехали туда и посмотрели, где в 50 метрах от этого завода начинается жилая зона. Попотографии все это есть, но, к сожалению, благодаря повременнии сейчас, скорее всего, в связи с геополитическим положением, мы не сможем туда попасть. Хотя, я думаю, люди, мы все прекрасно понимаем, что те отходы, которые накопили мы, они не нужны немгробчанам, они не нужны немгробчанам, ни к тому, ни к тому, ни к тому. Это наши отходы, и мы должны, когда построится завод, нужно продолжать следить за этим. Мы, когда слышим отходы первого-второго класса, так они есть и уже такие. Понимаете, они есть в любой инфраструктуре. Почему мы считаем, что завод по переводке отходов первого-второго класса является опаснее, чем завод мороженого, где есть они очень дистанции. Если не следить за экологией, если не следить за технику безопасности, на любом предприятии может пройти проблема, внутри трагедии. Но мы все, нет семьи в городе Уссубисибирске, которая как-то не связана с площадкой Химброма. Все сидящие здесь случайно могут сказать, что происходило, и как происходило на Химброме. Никто сейчас, я думаю, ни в полиции Российской Федерации, ни в администрации города не допустит того, чтобы на столь солидной госкорпорации происходило, как в городе Химброме. Существует огромное количество контролирующих органов, которые следят ни за выпасами, ни за всем остальным. И строительство данного завода, оно является, скорее всего, в первую очередь, толчком выхода с такого бизнеса. Парк Химброма. Игорь Иванович встречался в Санкт-Петербурге и в городе исследовании Крама. У нас нет отказа от того, что они уходят с площадки. Поэтому они по-прежнему на данный момент являются официальными визитентами города Санкт-Петербурге. То, что на территории 30% зараженное, это факт. И, конечно, мы эту территорию передаем госпорпорацию, чтобы они зачислились. Но официального отказа или выхода с ПСР от пармосинтеза химии нам не было. Ну и плюс ту работу, которую проводит сейчас госпорпорация вместе с институтом Павловского по, скажем так, зеленой химии, мы это видим, они же нам докладывают ежедневно и постоянно. Плюс информное замещение. Ну и неогидных предприятий, которые сейчас становятся вокруг химпрома, я просто их не называю. Мы потеряем огромное замещение. Максим, Сергей Юрьевич, о чем говорит? Он в принципе сказал, ну как бы правильные слова, что требуется большая расшифровка и большая детализация этого плана. Сергей Юрьевич по большому счету, выступая Государственной Думе, он привлек к этому внимание, и он задал ряд вопросов, после которых мы провели совещание у Алексея Васильевича Гордеева, вице-спикера, который дал четкие поручения, в том числе и нашим антикоррупционщикам проверить, посмотреть, использовать нервные средства и на Байкале и так далее. Любой депутат у нас, у нас так построена работа, неважно, какой партии, мы прям не живем, он имеет право выйти и обратить на это внимание. Поэтому здесь как бы штифли вас понимать не надо. Сергей Юрьевич сказал, что есть вопросы, конечно, но они требуют более детальной проработки, поэтому надо просто предоставить информацию, структуру, ту, которую нужно. А то, что озабоченность, конечно, есть. Мне кажется, все равно, мне есть чем сожнить. Я помню первое свое, здесь вот, в этом зале на выступлении, я помню настроение, возьмемся вообще за это не возьмемся, насколько там сложно это все было. Я помню просто эти совещания, то, что у меня осталось вечно. Значит, второе, помню, совещание, уже начали движения. Третье, динамика положительная есть. Не согласиться с этим, наверное, буду брать, или нельзя. Работу надо доделать. Работа сложнейшая. В России такую работу никто никогда не делает. Я вам так скажу. Она сложная. Взяла, взялась за меня одна самая серьезная крупная компания Российской Федерации. Наша агрессивная среда внешняя сегодня подстегивает нас к тому, чтобы, в принципе, не упустить возможность. Сегодня период возможности в стране. Все это прекрасно понимают. Идет импортозаимещение. Если Росатом посчитает, нужно здесь более расширить цепочку какую-то в производстве того или иного какого-то элемента для нашей промышленности или вот такого-то оборудования. Это будет только хорошо. Надо точно сделать так, чтобы я не вызывал территорию, потому что мы все с вами разные, как цветы, как цветы, люди все разные, но каждый красив по-своему. Надо просто вместе работать одной командой, и когда мы достигнем определенных результатов. Вот я об этом хотел сказать. Галина, пожалуйста, еще какой-то... Пожалуйста. Давайте я тоже представлю...